Привет, подруги! Подруги! Привет! Подруги! Преимущество того, что ты укладываешь ребенка с открытым окном спать на дневной сон, в комбинезоне в том, что если нужно выйти из дома, ты просто его берешь и выходишь. И не надо его одевать. Сегодня мы настроены на спортивный лад, и мы отправляемся вместе с вами на наше первое грудничковое плавание. Этот мистер Твистер подрастает и готов к дополнительной физической нагрузке. Долгое время думала, нужно нам это или нет, потому как сильно переживала по поводу ныряния, по поводу пользы упражнений, когда малыш за руки достается из воды и боялась все за его плечевые суставы. Но сегодня мы все-таки решили попробовать. По совету моей подруги мы отправимся в бассейн, который называется Аквастар. Во-первых, есть тренер, профессионал. Во-вторых, маме не нужно залазить в воду. Это тоже облегчает весь процесс сборов и поездки на занятия, потому как маме не нужно волноваться по поводу своих вещей, ей не нужно волноваться на тему того, как она будет сушиться, волосы и так далее, и так далее. В общем, все очень комфортно, быстро и удобно. И, конечно же, не нужно собирать огромное количество анализов, потому что занятия не групповые. Мы с котеночком уже уселись. Да, котенок? Тебе комфортно, тепло и прекрасно. Ура! Да. Баба, кто бдит за моей материнской нравственностью, пожалуйста, не грызите меня за то, что усадила ребенка в автокресло в комбинезоне. Все знаю про безопасность, все нормально. Плюс этого комбинезона в том, что он одновременно зимний, но еще и достаточно тонкий. Поэтому между котенком и ремнем здесь, в принципе, палец. Мои маленькие ручки, все закрыто, ножки закрыты. Ай, обожаю эти зимние вещи. Потому что, мне кажется, котяткам маленьким так в них комфортно, тепло и уютно. Самое хочется сразу стать маленьким ребеночком. Да, малыш? Что у нас еще по поводу плавания? Мы записались к тому же тренеру, к которому ходит наша подруга. Она нам показывала записи их занятий. И мне очень-очень понравилась работа этого профессионала. Она вот прям с малышом разговаривает, находит с ним контакт. Малыш, в принципе, мне кажется, ни разу за несколько занятий не заистерил. Ну, не знаю, посмотрим, как наш царь-царевич будет себя чувствовать и вести. Надеюсь, что и у тренера с ним получится найти контакт. Ну что ж, мы доехали до нашего бассейна. И что-то я не обратила ваше внимание. Посмотрите, в какой красоте вообще сегодня мой ребеночек. Мы купили новый комбинезончик с котенком. В инстаграме нашла компанию, называется Ламби. Вот так выглядит их бренд. Я на всякий случай оставлю для вас также ссылочку. Посмотрела я их аккаунт. Очень классная маленькая семейная компания, которая начала мама. И мы, будучи активными ютуберами, никак не могли не поддержать бренд, который начала мама. И вот купили у них вот такой вот классный комбинезончик. Как они сами пишут, что вся продукция этой компании, она изначально тестируется, проверяется на малыша, самой владелец этого бренда. Вот мы решили для себя купить вот такой вот зимний комбинезон. Прыгнули в последний вагон, взяли 80 размер, больше размеров там нет. Нам совсем-совсем в пору. Но, думаю, месяца два-три мы эту красоту поносим, да? Вместе с нашим зимним комбинезоном Шопе. Ну все, пошли плавать. Времени уже нет, наношу болтовню. Но все равно смотрите, как красиво. Муа, котеночек. Муа, котенок, давай будем раздеваться. Сейчас, смотрите, какой подклад. Прям какой-то супер бархатистый и красивый. Мягкий, теплый. Для котеночка. Так, с собой мы взяли татки. Кстати, из того списка, который нам прислали в смс, нужно брать с собой. Значит, татки для мамы, для папы, для малыша нужен плавательный подгузник, которого у нас, к сожалению, нет. Но я так понимаю, что здесь его можно купить. Да, мы же можем у вас купить? Да, да, конечно. Супер. И, следовательно, что еще? Для малыша нужна пеленочка на пеленальный столик. Да? Подгузники. Ну и, в общем, хорошее настроение, чтобы малыш с удовольствием и занимался. А что касается анализов, очень круто, что не нужно сдавать. Огромное количество анализа хватает, допуска от вашего педиатра, что малышу можно заниматься пассивом. Если малышу до года. Да, если малышу до года. Так что, нам до года, справка есть. Так что, все в порядке. Ну все, давай переодеваться и пойдем. Пошли. Так, котенок тут уже осваивает детскую комнату. Вот так тут здорово. Собственно, здесь можно котенка покормить. Можно провести время, если мы приехали слишком рано. Ну и после тренировки мы планируем здесь также побыть немного, чтобы малыш уж основательно-основательно высох. Котенчик. Ну, готов к плаванию-то? Бутерброд. Плантливый дайпик. Их вот, ну и пойдем уже потом. Ну пойдем, котенок. Пойдем. Здесь мы уже пойдем в душ. Здесь у нас здесь лавочка. Ага. Обычно вы заходите после детской комнаты где-то за 7 минут до занятия. Угу. Слева будет душ. Да. Мойте ребенка, надеваете аквап-отгузник и отдаете тренеру. Супер. Вы меняетесь с тем занятием, которое сейчас идет. Отлично. Ваши полчаса, вы можете сфотографироваться, снимать на видео. Супер. Вот. Если какие-то вопросы, вы раздеваете. Спасибо большое. Так, в общем, я котеночка опять одеваю. Будем оголяться, поэтому мы увидимся уже в бассейн. Так, ну что, мы готовы? Котеночка. Готовы? Здрасте. Здрасте. Меня Маша зовут, а Маска? Рэм. Рэм? Рэм. 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 Очень приятно. Интересно, какое имя вы где такое взяли? Вот. Интересно. Привет, Рэм. Как дела? Будешь плавать со мной? Будем в водичке плавать. Водичка такая теплая, приятная. Пойдем? Мы еще не плавали. Пойдем с тобой. Водичка, первый раз. Да. Привет, Рэм. Сам не будешь плавать? Вот здесь-то, смотри, какая тоненькая. Тотенькая, короткая. А вообще там сколько? Семь месяцев. Семь месяцев. Ну чего? Ты уже такой большой. Да. Что уже умеешь? Не ползаю, переворачиваюсь. Переворачивается. В общем, мы сильно его не присаживаем, чтобы не напрягать позвоночник. Помогаем, мы делаем зарядку на фитболе. Гимнастику. Но, в общем, в целом мы его, скажем так, не заставляем и сильно не стимулируем. Позволяем ему в свое время самому начать упользоваться и присаживаться и так далее. Все, понятно, хорошо, молодец. Ну и мы сейчас бассейн простимулируем, да? Упражнения, которые делаются, они всегда направлены на определенную там группу мышц, либо там отдельные части тела, да? На ручки, ручки, чтобы перевернувалось, чтобы понимал, что нужно на воде надо делать. То есть я стимулирую руку, чтобы он дальнейший мог хлопать сам. Да, это он хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...